Студентка второго курса Анастасия Ленец участвует в всероссийском конкурсе «Твой ход» президентской программы «Россия – страна возможностей». И одним из заданий стало проведение социальной акции. Мероприятие Анастасия решила организовать в родном вузе и назвала его «Ночь в университете». В числе участников семьи, вынужденные покившие территорию ЛНР и ДНР. Весь наш мир переживает просто исторические события. Я посчитала, что каждый должен вложить какую-то частичку, чтобы сгладить все эти исторические моменты, помочь нуждающимся. Я посчитала, что я просто обязана именно по направлению социологии что-то сделать. Организаторы досконально продумали программу как для детей, так и для взрослых. Пригласили специалистов из социальной защиты населения, пенсионного фонда, представителей уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Они рассказали, какие социальные гарантии государство готово предоставить вынужденным переселенцам. Вопросы связаны с миграционной политикой, вопросы трудоустройства, вопросы связаны с обеспечением прав на равный доступ и на получение образования, медицинской помощи. Большую работу здесь у нас проделывает юридическая клиника Ивановского государственного университета. Мы и в рамках таких акций специальных на вопросы отвечаем, и в целом в рамках обычной нормальной работы юридической клиники мы ведем прием и бесплатно оказываем такую юридическую конституционную поддержку. А еще для детей и взрослых провели экскурсию по литературному музею Ивгу. Он основан почти 40 лет назад, и здесь собрана богатая информация о писателях и поэтах, судьба которых связана с нашим краем. В их числе и Михаил Дудин. Его честь в музее открыли мемориальный кабинет. Он был достойным почетного вызывания, почетный гражданин города Иваново. Проводились конференции у нас в университете, посвященные его наследию, его поэзии. Пока взрослые разбирались в юридических тонкостях, для детей организовали увлекательные мастер-классы. Например, познакомили с историей Ивановского края, рассказали о городах области и чем они знамениты. Также показали ребятам ивановские ткани. Своими руками гости смогли сделать тряпишную куклу, которая олицетворяет наш край как город невест и текстильщиков. Мы даем возможность деткам сделать что-то своими руками и при этом от мероприятия, чтобы осталось что-то памятное, что можно было унести домой, подарить бабушке, сестре, маме или еще кому-то. Главное, что хотели донести организаторы социальной акции. Если кому-то нужна помощь, общими усилиями можно решить любую проблему. Филипп Хорошенков, Любовь Кияшко, Валерий Осипов. Вести, Иваново.